Пассажирский поезд номер 359. Сообщение. Калининград, Юрши, Адлер. Прибыл на пятый путь. Этот поезд отвез 23 брянских волонтера на фестиваль молодежи в Сочи. Среди них Анар Ширинов, спортивный волонтер, учится на юриста. Желание попасть на фестиваль было еще тогда, в 2017 году. У меня есть большой опыт организации фестивалей всероссийского уровня. Это большие форумы экосистемы в Череповце и другого уровня. Для меня это шаг вперед, обучиться, познакомиться с новыми людьми. Иностранные граждане, которые приедут как участники, потому что возможно завести крутых друзей со всего мира, познакомиться, меняться опытом и поддерживать все эти до конца своей жизни. Этим же рейсом на фестиваль ехали волонтеры из Смоленска. И вот встреча на Брянской земле. Дорога обещает быть интересной на знакомство. Смоленщина приветствует Брянск! Брянск приветствует Смоленск на Брянской земле! 1 марта старт Всемирного молодежного фестиваля. Ребята из более чем 180 стран. Они будут обмениваться опытом, проектами, культурой и знаниями языков мира. И просто дружить. Волонтеры едут чуть раньше для подготовки и встречи гостей. Ребята прошли обучение и офлайн, и онлайн, и заочный этап, и сейчас еще в Сириусе их ждет один этап обучения. И только тогда, после инструктажа, они приступят к работе. Поэтому они едут так заблаговременно. Для меня, как и для учителя, и как для общественника, очень важно общаться с молодежью, быть с ними на одной волне и, в принципе, знать, что сейчас модно у молодежи, чтобы общаться с ними на комфортном уровне. На самом деле, 14 лет и 20 лет – это колоссальная разница, потому что то, что делают они и то, что делаю я, немножко отличается, потому что, ну, все-таки отстаем немножко от трендов, но стараемся все-таки к ним приблизиться. Получить море эмоций и еще, наверное, все-таки каких-то знаний от участников. То есть поделиться своими знаниями и получить те же знания и от волонтеров, и от участников. Чуть позже с этого же перона отправятся участники фестиваля от Брянской области. Он продлится ровно неделю с 1 по 7 марта.